Первый раздел. Седр Зраим. Посевы. Законы, связанные с обработкой земли, посевом, посадками и сбором урожая. Эти законы в основном распространяются на земледельческие работы и урожаи злаковых и плодов в пределах земли Израиля. Законы отделения части урожая Куэном и Левитом и другие законы, обязывающие отделять определенные части урожая, прежде чем он становится разрешенным для употребления. Так как перед едой и после еды произносятся благословения, то трактат о благословениях включен в этот раздел законов, связанных с продуктами земледелия. Брахот. Благословения. Трактат, открывающий Талмуд. Законы обязательного произнесения в утреннее и вечернее время «Шма-Исраэль. Слушай, Израиль». Отрывков из текста Торы, содержащих провозглашение основ веры, обязательности соблюдения заповедей и упоминания о выходе из Египта, получили названия по первым словам, с которых они начинаются. Законы молитвы. Шмуна-Исре. Восемнадцать благословений, произносимые трижды в день. Законы благословений перед едой хлеба и после нее. Благословения, связанные с пищей и приятным запахом. Благословения, связанные с элементами творения окружающими человека. Радуга, гром, море, реки, горы. Берховт-Арый-Я. А также благословения на месте, где произошло чудо. Мишна-9, Тосефта-6, Вавилонский Талмуд-64, Иерусалимский Талмуд-68. П.А. Край. Подробное разъяснение законов, обязывающих оставлять для бедных на краях поля неубранной частью рожая, что относится и к плодам. П.А. Законы, запрещающие жнецам подбирать оброненные колосья, которые должны остаться на поле для бедных. Лэкет. Законы, запрещающие возвращаться за забытым снопом, который становится собственностью бедных. Лэк. С.Г.Х. Запрет собирать упавшие виноградины. Лэк. А также добирать оставшиеся на лозах после сбора винограда. Лэлёд. Некоторое внимание уделено другим законам благотворительности, пожертвования бедным, помощи нуждающимся. Лэк. Мишна-8, Тосефта-4, Иерусалимский Талмуд-37. П.А. Дмай В период Второго Храма появилось много людей, плохо знакомых с законами Торы и небрежно относящихся к ним. Это было связано с самыми разными трудностями периода Возвращения и периода Второго Храма. Таких людей называли «Амга-Арец» — «народ земли». Мудрецы запретили пользоваться продуктами земледелия, купленными у «Амга-Арец», без предварительного отделения десятой части, отдаваемой левитом, и других частей согласно закону. Хотя обязанность отделения частей урожая для того, чтобы он стал разрешенным для употребления, лежит на продавце, мудрецы обязали покупающего у «Амга-Арец» отделять эти части самому, так как малограмотному и небрежному в соблюдении закона продавцу нельзя было доверять. Купленные у «Амга-Арец» продукты земледелия назывались «дмай». Вероятный перевод этого слова «может быть», то есть «может быть отделил», а «может быть нет». Трактат разъясняет, какие продукты следует считать «дмай», как с ними следует поступать и как поступать с тем, что отделено от них. Мишна 7, Тосефта 8, Иерусалимский Палмут 34 Мишна 4 Мишна 5